Памятники Иисусу Христу Можно еще найти в северной традиции, в Псковской, Новгородской, деревянную резьбу, изображение святителя Николая. И эти образы даже и почитаются, некоторые как чудотворные, но общего хождения они все-таки не имеют на большинстве территорий нашего православия. Действительно, таково свойство скульптуры, что она имеет очень наглядную тяжеловесность. Понятно, что Микеланджело с его пьетой совершает какое-то чудо, где Пречистая Дева во всем совершенстве своего лика, прекраснейшего, и нежности, и девства, когда держат на руках бездыханное тело, снятого с креста ее Божественного Сына, так же, как держало некогда его младенцам, вызывает крайнее умиление, восхищение. Я сам видел, правда, копию в Ватикане этой скульптуры. Но, тем не менее, в этом и даже в этом творчестве, присущем католической традиции, понимаешь, что все-таки доминирует душевное, чувственное. Не то присуще православной иконописи. Она является отверстием окна в духовную реальность. Она никогда не ограничивается изображением человека, изображая Господа, но олицетворяет Бога человечества, Господа Иисуса, и принадлежность Вечному Царству, осиянность Божьей благодатью, преображенность ею тех святых, начиная с Пречистой Девы, Царицы Небесной, Богородицы, которые изображаются на наших иконах. Это совсем не то же самое, что католические распятия, в которых культивируется максимальный натурализм пронзенных рук Спасителя, перетянутых вены сухожилий, брыжущей крови, искаженного страданиями лица. На квесте, который изображается на иконе, на Голгофе, Христос не в страдальческом виде замученного человека, а торжествующего Бога так линиями, так этим троечным нимбом с надписью «Сущий» обозначается его божественное достоинство. Цель Евангелия, как и цель всякой иконы, особенно иконы Спасителя, четко излагается евангелистам. И писано сие для того, чтобы вы уверовали, что Иисус и есть Христос, и есть Мессия, Спаситель мира, и верующие в Его божественное достоинство имели бы жизнь во имя Его. Задача простая. Скульптура не справляется с выполнением этой задачи. С точки зрения градостроительства и украшений сейчас все чаще можно увидеть скульптуры великих святых наших, преподобного Сергия Раднишского, Кирилла и Мефодия, просветителя славян, Феофана Затворника Вышинского, неподалеку от обители, в которой проходил его затворнический подвиг. Эти скульптуры являются не объектами для религиозного поклонения, а являются свидетельством народной любви, имеют и педагогическое, воспитательное значение, как для великих людей, для нашего Отечества, что стоит только большое скульптурное изображение князя Владимира возле московского Кремля. Это знак благодарности народной, его миссии великой тысячелетней давности, это его продолжающееся дело, созидание православной Руси, которое мы признаем актуальным и нужным. Это признание героями нашего Отечества, подлинными героями ее святых, тех, кто послужил просвещению народа, утверждал в нем веру православную. Но это, видите, можно сказать, больше культурологический фактор такой, чем религиозные. Иконы тех же святых для поклонения им находятся там, где совершается православное богослужение. Потому, хоть и, думаю, многие взрослые люди, для которых мировой кинематограф связан с какими-то незабываемыми кадрами итальянского происхождения, как начало фильма «Сладкая жизнь», когда на вертолете везут привязанную к нему, перевозят огромную скульптуру распростершего руки Христа. В это время сами летчики или сопровождающие репортеры кокетничают с девушками, сидящими где-то на балконе. Жизнь флиртовая, жизнь легкомысленная, жизнь суетная, идет своим чередом, а огромная тень огромного Христа, проносящегося над Римом, обозначает в фильме вечное и великое, что никогда не будет отменено, несмотря на всю суетность современной жизни, забывшей о своем создателе, о своем спасителе. Ну, это художественный метод, и для него вполне подходящим было это массивное, огромное, величественное, впечатляющее скульптурное изображение. Но для православной традиции все-таки такого рода изваяния не свойственны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok